вот ну очень часто майский поход все-таки 2 порогу лучше взять 3 одну возьмите красивую на город если что это будет запасная порога если она не понадобится хорошо вот соответственно футболка рубашки сверху термобелье это все говорит о том что у вас должна быть с собой вещь с коротким рукавом если жарко и длинным тоже можно необязательно но вот именно среди футболок рубашка не обязательно должна быть теплый просто если будут заросли в лесу то хорошо бы чтобы во первых был длинный рукав чтобы вот ну не царапаться еще во вторых от солнца это спасает если большой ну как бы сильно напечет чтобы не обгореть вот и третьих от комаров тоже вот я не помню есть майском походе комары но вы еще есть во точно совсем ну соответственно купальник можете не брать но если вы такой человек когда видите озеро и вам обязательно днем поплавать берите вот будет не лишним вот так я не хочу заметить по вещам то что куртка теплая и куртка ветровка это абсолютно разные вещи и не надо думать что если вы взяли одну там пуховую куртку в майский поход то это заменит вам ветровку или одев там ветровку вы такие друзья ладно ну и теплую куртку и так вроде теплая погода вот это две разные вещи потому что ветровку если что можно замочить а теплую куртку она вот как раз лежит в рюкзаке на на тот случай если вы замерзнете вот ну и если у вас уж нету теплой куртки или она весит 100 килограммов то убедите тогда лишний свитера ну соответственно здесь тоже просто если у вас есть хорошая спортивная одежда там всякими там отталкивающими теплыми там еще какие-нибудь свойства и водоотталкивающим то убедите там пола флиз вот ну там декатлоне очень много продают таких вещей триме еще больше если нету то берите натуральные то есть там хлопок если футболки и рубашки если это теплые вещи то соответственно шерсть потому что единственный материал который намокая все равно греет тело но единственное что конечно шерсть тяжело слушаться если она намокнуть будет нехорошо вот но в общем вот так вот хорошо будет если когда вы собираете рюкзак а еще берите много носков в майском походе это очень нужно и не надо думать что если у вас есть одни то все спасение от всего ну вот когда собираете рюкзак берете списочек сливаете если вам очень надо любимую мишку берете его с собой если не очень надо можете что-то выложить ну вот как бы это такой оптимальный набор вещей по которым я выдели там сто лет назад как вариант и вот до сих пор но здесь написано две шапочки шапочка солнце и шапочка теплая шапочка теплая в основном в майском походит нужно на время сна я уже говорила о том что голова теряет много тепла ночи да и собственно самом деле ночью если вы даже бегаете то все равно хорошо будет делать шапочки не обязательно это должна быть такая же теплая шапка как на минус 20 вот там зимой как который вы носите но она должна быть должна быть и ну можно какую-то спортивную лыжники ходят они такие потоньше но приятные вот она не должна соответственно вам жать вот потому что ну ну вы знаете почему шапка не надо вот не берите собственно красивых шапок шерстяных таких этих меховых нам ну как бы это не для похода а ответ на шарка от солнца но я не люблю вообще по нам я прям их ненавижу у меня начинает болеть голова и еще что-то я например ну когда вот в лесу есть возможность клещей там что-то такого подцепить я одеваю капюшон но что-то такое должно быть там банданы еще что-то вот соответственно от солнца ну желательно чтобы эта шапка была темная чтобы там не напекала голову еще но в общем вот так ну соответственно от клещей еще есть хорошее средство в принципе средство от клещей то есть можно бандану попрыгать и уже будет лучше или еще еще лучше сделать прививку ну не знаю принципе они спасают от клещей но все равно вот я как-то была на валдаре там очень много клещей это считает вообще зона там повышенной опасности инцефалита перед походом сделали всем прививки специальная вещей от энцефалита еще от чего-то вот и я такая ну вот у меня на даче тоже много клещей ни разу никого не цепляла мы реально снимали каждый день кого-нибудь клеща нам не побывала штуки 4 и в общем то конечно шапка спасает и как бы хорошо если этот клещ там засядет куда-нибудь в шею ну там где видно а по сути конечно если он где-то вот здесь не голове а шевелюра большая да еще и обычно в походе девушки на второй день понимает что прическа у них не очень и поэтому желательно не снимать шапку этот клещ там уже все засел вот и потом ну как бы расчесываться уже тяжело и вообще вот конечно это неприятно поэтому лучше носить шапку капюшон еще что-то и как бы все-таки хотя бы если не расчесывать по траге прислушиваться к внутренним ощущениям но вот так тем более что туда если мы едем на север нашей московской и уже не московской области то конечно там с клещами беда вот и как раз в мае они говорят просыпаются вот соответственно вот в мелочах вот тоже можно все можете увидеть часы не берите дорогие филстарские берите что-нибудь попроще ну или хотя бы предназначенное для занятий спорта вот вода непроницаемые вообще не берите никаких очень ценных для вас вещей которые вам подарила там правда бабушка вот там золотые цепочки сережки кулоны туфли на каблуках из которых многие девушки не могут выйти в лес вот это все не нужно вот комплект запасных батареек соответственно не просто запасных батарейка которая подходит к вашему фонарю и столько чтобы этого хватало для вашего фонаря и для вашего там телефона без и всего чего вы хотите набрать с собой покой значит спички сухое горючее обязать спички хотя бы сухое горючее нужны и бурна ты понимаешь как тяжело найти тяжело купить и ашану сейчас почти недоступен ни для кого вот но если вы берете спички то желательно взять их несколько упаковок и каждая из этих упаковок должна быть хорошо запакована так чтобы хоть одна до осталось в общем чтобы развести качество в самых экстремальных условиях там зажигалка ну для подмосковья зажигалки подходят но они тоже вымокают соответственно огниво но если вы умеете пользоваться пожалуйста но я вот тима в прошлом году взял с собой огниво и по-моему но спички в любом случае должно быть берите любые там зажигательный смесь еще на спички обязательно вот и соответственно следите за их сухостью вот и значит последнее о чем хотел сказать раз уж у нас мало времени это а лекарство вот если вы знаете что у вас очень там реагирует на там солнце там право полушария левой головы и от этого спасает только бургер значит вам его на взять не надо ждать что в аптечке найдется именно то лекарство которое вам вот нужно и что там ваш медик всеобщий медик там еще кто-то и даже скорая помощь приехавшая к вам на помощь спасать вашу голову у них с тобой есть именно конкретно это лекарство если вы знаете что у вас такое бывает берите особенно подумайте об аллергии вот на деревья на цветы на рыбу на воду на камеру палатку на соседа по палатке вот и берите то лекарство которое вас обычно спасает потому что даже ну как бы понятно что в аптечке всегда есть что-нибудь от аллергии но это может вам не подойти и более того есть там аллергия на лекарства от аллергии вот еще что-то такое в общем вот ну как бы подумайте сами об этом это не значит что вам надо весь в руках набирать всего что можно там короче и вот там все открывает что там лекарство лекарство человек будет тяжело как сожру что-нибудь вот медики обычно так делают или там берут кучу таких таблеток там и такие каждый вечер каждого говорят ой а у меня есть валидончик но как минимум должен быть ну вот я раньше права там обезболивающие бинты с собой еще сейчас перестала то что я не жру обычно но берите вот ну и лекарство это единственная вещь которую все-таки да можно брать даже самые дорогие ценные потому что ну как бы они греют душу и когда ты знаешь что у тебя есть валидончик сразу чувствуешь себя человеком в походе вот ну собственно из группового снаряжения про которое я начала задумайтесь сразу потому что скорее всего через месяц в этом снаряжении также не окажется ни у кого из вас как нету сейчас если у вас вы не все всегда надеются что она есть что обязательно в группу придет человек у которого дома 10 палаток значит 20 спальников 4 тента значит топор пила и все есть но таких людей обычно нет или например у меня действительно три палатки там 10 спальников но я и все уже раздала вот так что озаботьтесь вопрос вот спитки написано топор пила это значит в группе должна быть и топор и пила многие считают что только топор должен быть а пила или не должна быть или вот такая маленькая цепочки это не считается пилой пила должна быть нормальная двуручная не по железу а по дереву вот и не такая которая такая на уроках труда которые вырезают модели а нормальные тыла вот вот опять же вчера была в походе впервые в жизни нам не разрешили пользоваться топором потому что мы встали рядом с конюшней там где кони ходят по кругу а у них там лед и когда ты рубишь кони пугаются и по вот реально вчера подошли к ней жалко топором пользоваться нельзя сразу нужно пила вот это вот зубы на веревочке не очень подходит для нормальных дров ей можно там рубить сучки там подпиливать если вот лежит большое дерево а ты хочешь сесть именно вот на то место где сучок можно подойти подпилить и радостно сесть именно на это место обустроить себе но как бы вот в общем ну это хорошо когда как бы тебя надо взять по минимуму совсем вещей но нехорошо когда у тебя группа из десяти человек и всем надо обсушиться и погреться в воду в общем вот так вопросы вопросы как тебе сзади пихнуть с трудом одна куртка 7 лет найдет ну смотрите ну во первых палатки там палатку вы берете ну допустим вот мы уже посчитали что там палатка обычно на троих людей ответ на ее несет один человек другой несет тем 3 несет костровой набор четвертый несет топор это еще распределяется такое понятие как вещи групповые еда между людьми распределяется между девушками и мужчинами как 23 то есть девушкам два килограмма мужчинам три вот есть еще такое что маленький у людей маленького роста надо давать вещи поменьше это связано с ветром устойчивости то есть это не будет огроменный рюкзак сзади то может снести там все что ну как бы будет тяжело соответственно и мужчинам побольше у них спина пошире рюкзак не заметен на спине можно дать и побольше вот ну как бы вот такое правило пробьем ну подъем да вот соответственно как упихивать ногами очень многие закладываются рюкзак потом встают и тянут на себя я сейчас и делаю таких крутых походах вот иногда навешивают сверху этого делать нельзя и это делается в крайних случаях когда ты лучше там у тебя рюкзак занял весь рюкзак 30-литровый школьный заняла твоя куртка и вот тогда сверху навешиваешь 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 всего нормальные туристы так не делают все должно храниться в рюкзаке кроме коврика который слишком много места там занимается ну бесполезно все остальное должно быть внутри во можно больше около ну смотря какие фильмы женщины берут от 70 литров можно и больше но меньше будет во первых вещи теряются цепляются занески рвутся мокнут еще что-то во-вторых это не эстетически выглядит в третьих нарушается геометрия рюкзака и тебя начинает затаскивать этот бокс который у тебя висит палатка а если еще у тебя с этого бока висит топор это случайно тебя потянуло на соседа ну вряд ли конечно покалечишь его но действительно вот ну например было такое когда у девочки что подними мне рюкзак мальчик поднимает за хобби себя по ноге топором это не смертельно да специальном чехле но короче все надо думать о том что вы можете на кого-то случайно начать падать еще что ты это может быть травмоопасно я много раз наблюдала ситуацию когда вот что-то такое случалось и все время кто-нибудь теряет свои носки и шапки опять же дорогие вещи там еще что-то все улетает там тонет падает нельзя достать как бы но это нехорошо поэтому все прячьте в рюкзак и если у вас все не влезло в рюкзак надо подумать или рюкзак маленький или вы набрали слишком много вещей мне кажется для майского похода если у вас рюкзак ну вот там для девушек 70 там 85 литров то не влезть у него не должно такого случиться вот ну и там вода уже ну ты просто скажи о том что как бы а друзья мои и на следующий за этим можете же просить деньги за майский поход с собой мероприятие получится с едой и и все такими там призами всякие ерунды будет стоить тысяча рублей и на дорогу на трассу еще 500 конечно тысяч рублей переносите записывайтесь чем вы хотите это сделать тем тем будет легче